здравствуйте с вами выпуск активистских новостей команды активатики в иркутске протесты там люди недовольны ростом цен на бензин но посмотрите сами всего лишь за май цены на дистополево поднялись на 5 процентов что очень много для одного месяца на обычный бензин на два с половиной процента вообще цены на бензин это какая-то странная вещь вот смотрите независимо от того как себя ведут цены за баррель российской нефти на международном рынке повышаются они или понижаются почему-то внутри страны с ценами на бензин происходит только одна тенденция они исключительно только растут ну и жители иркутска это совершенно не устраивает во первых потому что они очень остро на себя ощущают последствия экономического кризиса который никуда не делся он только растет ну и люди решили протестовать вот 6 мая они вышли на акцию против роста цен на бензин рядом с бензозаправкой роснефти а 7 мая уже в центре иркутска они провели митинг протеста который собрал 500 человек что очень даже и неплохо для такого мероприятия люди пришли на митинг с плакатами требуем снижения топливных цен нет повышению цен на бензин хватит молчать мы против золотого топлива ну и для иллюстрации последнего лозунга был проведен очень креативный на мой взгляд флешмоб организаторы акции запустили в небо связку таких вот желтых шаров под цвет золота с огромным плакатом на плакате была изображена такая толстая стрелка красная с надписью цены на топливо и собственно говоря вот это очень хорошо показала красноречиво как растут цены на бензин достигая совершенно заоблачных высот проблема роста цен на топливо очень животрепещущая она объединила можно сказать в Иркутске не только людей но даже и местную власть вот представьте себе что вот на этот митинг прямо к людям среди так сказать даже не среди выступающих а просто среди людей стоял целый зампред правительства Иркутской области Виктор Кондрашов он сделал признание он сказал что для него самого самого вот это повышение цен на бензин она очень чувствительная 5 процентов своей зарплаты он тратит исключительно на цену для бензина это очень для него дорого еще он признался что к сожалению местные власти иркутские они никаким образом не влияют на этот рост цен и он считает что эту проблему надо как-то уже решать сообща и он уже даже начал собирать какие-то собрания на эту тему встречаться с местными автолюбителями но может быть совместными усилиями местным властям и иркутянам удастся как-то с этой проблемой справиться 7 июня был такой показательный день и если в Иркутске власти местные они показали адекватное нормальное поведение согласовали митинг против высоких цен на бензин то к сожалению в подмосковном солнечногорске местные власти в этот день должны были проводить общественные слушания и вот они продемонстрировали прямо диаметрально противоположное полный неадекват получило что на общественные слушания в солнечногорском районе по строительству нового мусоросжигательного завода народ то и не пустили вообще я восхищаюсь активистами солнечногорского района потому что это был рабочий день 7 июня и они пришли заранее за два часа на эти общественные слушания они заранее записались в списке выступающих и специально еще сверху списка написали что мы против МСЗ и представьте себе они подходят к дверям где проходят общественные слушания к дверям зала ну где должны проходить общественные слушания к дверям зала и крепкие молодчики уголовного вида и такого хорошего плотного телосложения просто не пускают их в зал и более того народного депутата Дмитрия Трунина когда он попытался пройти в зал его просто повалили его избили и разбили ему телефон еще на солнечногорских слушаниях власти придумали такую новую фишку а всех недовольных кто был против мусоросжигательных заводов они отсеяли и не пустили в зал где шли собственно говоря слушания и эти люди вынуждены были ютиться во втором зале где была просто видеотрансляция слушаний кто же пришел на эти общественные слушания кем был заполонен за два часа вот зал активисты провели небольшое расследование вот что они выяснили оказывается заранее власти солнечногорского района обязали бюджетников прийти на эти общественные слушания заранее им заплатили там по 1000 рублей для того чтобы они изображали якобы довольное строительство мусоросжигательного завода населения на слушаниях власти утверждали что завод будет работать по швейцарским технологиям и что сжигаться будет всего лишь 24 процента от общего количества мусора ну так в общем это ложь дорогие товарищи потому что в швейцарии по технологии весь мусор разбирается на 12 фракций и сжигается там не 24 процента всего лишь один процент и разница то огромная и вообще вот получается что на этих общественных слушаниях людей просто ввели в заблуждение и швейцарские технологии это просто подлог потому что на самом деле никаких швейцарских технологий не будет ими и не пахнет и представьте себе какое количество диоксина в ежедневном режиме будет выпускать из себя этот новый огромный гигантский мусоросжигательный завод в подмосковье мусоросжигательный завод в солнечногорском районе собираются строить по плану рядом с деревней хметьево и на сегодняшний день в деревне хметьево есть уже один экологически неприлогоприятный объект а именно старый заброшенный мусорный полигон который уже зарос травой но вместо того чтобы строить вот этот мусоросжигательный завод на месте вот этого старого полигона что вообще-то логично вот нет вместо этого власти предпочли загадить новый участок лесного фонда то есть уничтожить под это дело еще и лес ну кстати говоря рослесхоз заявил что это решение абсолютно незаконно и о новостях из мира искусства на днях куйбышевский суд санкт-петербурга постановил уничтожить художественное полотно художницы Варвары Михайловой 9 стадий разложения вождя вот честное слово если бы Варвару не задержали вместе с ее совершенно замечательным произведением который таит в себе на самом деле очень много смыслов а задержали ее на акции на первомайской демонстрации она несла свое произведение искусств в колонии в колонии партии мертвых кое-что это я думаю нам всем напоминает это шествие в колонии партии мертвых ее задержали посадили вместе с вот этим произведением искусства в автозак вот если бы ничего этого не было не было вот этого решения суда то честно говоря бы мир бы и не узнал про то что есть у нас такие замечательные потрясающие художники акционисты как Варвара Михайловна вот спасибо большое Куйбышевскому суду который на самом деле сделал замечательную рекламу спасибо полиции Санкт-Петербурга которая настолько идиотски себя ведет что мы теперь все знаем про Варвару и желаем ей новых творческих успехов потому что произведение совершенно замечательное и в любой нормальной стране если честно Варваре просто дали бы премию по искусству по акционизму но к сожалению в России Варваре суд присудил 160 тысяч рублей штрафа в этой печальной ситуации что радует но прежде всего конечно радует системность и целеустремленность людей вот это ж надо за два часа до общественных слушаний прийти на них стоять в этой очереди добиваться того что тебе дали слово это потрясающе ребята молодцы а с другой стороны радует креативность золотые шары в небе Иркутска или вот это вот совершенно замечательная картина который я искренне считаю произведением искусства девять стадий разложения вождя полное глубочайшего смысла и идем от жертвочного цвета но не так никак не так это и стандартная картина вот и вот я хочу сказать